И более детально о проблеме поговорим с нашим следующим гостем. Это Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот мы вместе посмотрели сюжет и хочу вас спросить. У порта в Гданьске есть возможности для транспортировки нашей пшеницы. И там собираются их только наращивать. Вот насколько это поможет решить проблему? И какие еще порты могут подключиться? Для нас в этой ситуации важен любой вариант, при котором можно вывезти пшеницу, зерно, кукурузу и урожай еще прошлого года. Так как у нас уже началась жатва, и вы сами уже передали информацию, что собрали первый миллион тонн зерна. По прогнозам в этом году, как говорят аграрии, возможно урожай 50 миллионов тонн. То есть дефицит площадей, дефицит мест для хранения будет порядка 10-12 миллионов тонн. Поэтому самые возможные, самые невозможные и возможные, самые фантастические варианты, как это вывезти, как это экспортировать, как это доставить по всему миру, конечно же, будут использоваться. Но вы знаете, есть еще один очень интересный момент. Я недавно прочитал информацию, что идет пробный рейс судна одного из портов в Черном море с грузом пшеницы. Посмотрим, если он пройдет, то, наверное, все-таки блокада, о которой мы с вами говорили, помните, еще в апреле месяце, и в том числе, какие варианты будут ее разрешения. Наверное, он все-таки решается. Ведь смотрите, по большому счету, кроме чисто наших вариантов, что надо доставить экспорт нашей продукции, меняется геополитическая, геоэкономическая картина. Если раньше это все шли через южные порты, через Стамбул, через Турцию, которая была традиционными воротами в Северную Африку, Ближний Восток, Средний Восток, то теперь таким портом, образно говоря, становится Польша. И понятно, почему турки очень активно берут участие в том, чтобы разблокировать наши порты. От заработка никто никогда не отказывался. Они, по сути, теряют возможность зарабатывать, будучи посредником на экспорте нашего зерна. Так что то, что Гданский порт работает, то, что Рени у нас работает, то, что сейчас еще один участок, о котором, я думаю, вы в ближайшее время нам расскажете, это все-таки запущенная прямая железная дорога через Молдавию до порта Галасу в Румынии, где уже не надо будет стоять в таких многодневных очередях на границе. То есть это все-таки потихоньку, 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 от мелких ручейков до больших потоков, но все-таки блокада прорывается. Так что, к счастью, не все так безнадежно и не все так плохо, как мы с вами говорили еще в апреле месяце. Ну вот министры иностранных дел Большой Двадцатки призвали Россию разблокировать морские порты и выпустить украинское зерно на мировые рынки. Это вот главный итог встречи в Индонезии. Как вы думаете, этот призыв будет услышан или вот с учетом того, как Лаврова там принимали, который в итоге вот просто сбежал, на это вряд ли можно рассчитывать? Ну вы, по сути, дали ответ на свой вопрос. Работа дипломатов призывать, предупреждать и взывать к совести и разным другим дипломатическим маневрам. Ведь по большому счету может давить только экономические, либо по-военному. А все остальные призывы, это, конечно, хорошая вещь, но не очень-то действенная. Сколько на протяжении восьми лет было озабоченных заявлений, крайне озабоченных, глубоко озабоченных заявлений. Ну это все так, знаете, как горохом овсенку. Поэтому это, конечно, хорошо, но скорее я верю в то, что когда будет военный конвой в составе кораблей страна НАТО и Турции, и он будет сопровождать наши как раз конвои в Черном море, то это будет более действенно. А еще лучше, еще будет более действенно, когда мы наладим железнодорожный и вот такие сухие порты, и не будем зависеть от одного порта, только Юга-Одессы. Это, кстати, тоже для нас большая наука, и это большая школа к тому, что всегда надо иметь диверсифицированные варианты. Всегда надо иметь не только вариант А, а и вариант В, по которому всегда надо иметь возможность запасного варианта. Поэтому призывы дипломатов – это вещь хорошая, но, к сожалению, малодейственная. Ну вот еще один громкий скандал этой недели хотели с вами обсудить. Турция задержала российское судно с краденным украинским зерном. И уже буквально вот на следующий день его отпустило, да? И это при том, что Украина предоставила доказательства о составе преступления. Как вы вообще это можете прокомментировать? Знаете, в таких случаях, наверное, было какое-то соблазнительное предложение, от которого турки не смогли отказаться. Они, наверное, никогда об этом слух не скажут и никогда в этом слух не сознаются. Дипломаты, конечно же, будут рассказывать разные истории. Юристы будут рассказывать о том, что там все-таки была оформлена этот груз как российский, о том, что вот они разобрались, это совсем не так. Ну, если россияне для того, чтобы продавать свою нефть, делают скидки 30-40-50%, то здесь, наверное, тоже это была скорее и, возможно, политическая, но скорее какая-то экономическая операция. Знаете, я когда-то, когда учил, еще был такой предмет марксизм-ленинизм, который сейчас непонятный, неизвестный юному поколению наших студентов. Так вот, Карла Маркса в «Капитали» есть шикарная фраза, которая определяет сущность капитализма. Там такое перечисление, на что готов капиталист при 10-процентной прибыли. И очень хорошее выражение, когда он пишет, что нету такого преступления, на которое не пойдет капиталист при возможности заработать 100-процентную прибыль. Турция, конечно же, всегда политически она декларирует одно, но всегда любая политика – это концентрированные выражения экономики. Они всегда в первую очередь считают и в первую очередь смотрят свою выгоду. Наверное, там было какое-то такое предложение российское, от которого они не смогли отказаться. Ну а имиджевые потери вот все-таки? А что такое имиджевые потери? Знаете, как поговорили и забыли. Ну, как в старом украинском таком этом. Ну, неудобно получилось, да? Ну, вот так получилось, а мы вам взамен давайте что-то такое сделаем. Ведь Турция постоянно ведет такую политику. И россиян, с одной стороны, вроде как не осуждают, и с другой стороны, нам помогают, да? То есть они ведут не про российскую, не про украинскую, они ведут про турецкую политику и делают то, что им сейчас выгодно. Но, наверное, нам тоже надо учиться и быть так достаточно цинично-прагматичными. В этом и залог как раз и успеха в нынешнем жестком. Но по-другому в мире жить нельзя. Надо быть цинично-прагматичным. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Напомню, Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, был с нами на связи.